Друзья, приветствую всех! Афонтовый вечер в прямом эфире. Я Анастасия Штукарина. Сегодня 15 марта, вторник, и мы, как всегда, подготовили для вас свежие новости, постоянные рубрики, интересные сюжеты. А с гостями сегодня поговорим на очень интересные темы. Во-первых, о творческом конкурсе, в котором может реализовать себя молодежь, причем с пользой для городского пространства. А еще о спа-вечеринках и банных ритуалах. В общем, устраивайтесь поудобнее. Начинаем мы с главных новостей. В Красноярском крае отменили масочный режим. Соответствующее распоряжение в указ о коронавирусных ограничениях внес губернатор края Александр Рус. Также отменяется социальная дистанция в полтора метра. Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер. Напомним, масочный режим в Красноярском крае действовал почти два года. Все поликлиники Красноярска вернулись к обычному режиму работы. Стабилизация эпидемиологической обстановки позволила возобновить работу поликлиник краевого центра в штатном режиме. Как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, медицинские учреждения, как и прежде, работают шесть дней в неделю, выходной в воскресенье. Сейчас дома лечение от COVID-19 проходит 31 119 пациентов, среди них 5684 ребенка. Занятость коечного фонда в крае составляет 75,5%. В настоящее время развернуто 2 982 койки в 44 временных инфекционных госпиталях. В стационарах проходят лечение 2250 пациентов, среди них 64 ребенка. 10 лет за 4 телефона. В Свердловском районе Красноярска задержали мужчину, который напал на продавца салона сотовой связи. Как рассказали в краевой полиции, в салон зашел неизвестный мужчина и попросил продавца показать ему телефоны. Когда тот открыл витрину, злоумышленник вытащил нож, а затем похитил 4 гаджета на общую сумму более 50 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, им оказался 34-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Красноярска. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В Дудинке инспекторы ДПС задержали автомобиль с сибирским осетром в багажнике. В ходе патрулирования улиц города дорожные полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили пять мешков рыбы, из них более 20 экземпляров, запрещенные к вылову краснокнижной рыбы. Сотрудники полиции установили, что 53-летний житель Норильска, используя рыболовные сети, на акватории реки Несе осуществил незаконную добычу 24 экземпляров осетра. Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 3 миллионов 850 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела. В Ачинске ввели режим черного неба. Он продлится до 17 марта. В эти дни ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. С целью контроля качества атмосферного воздуха Управление Роспотребнадзора в период НМУ усилило мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки Ачинска. Отметим, за неделю горожане 24 раза пожаловались на грязный воздух в Красноярске. Специалисты минокологии сообщили, что передвижная лаборатория выезжала на проверку 30 раз. Было отобрано 234 пробы атмосферного воздуха. Превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в краевом центре не зафиксировали. Красноярские саночники завоевали золото, серебро и бронзу чемпионата России в Сочи. Жительница края София Мазур выиграла золото в спринтерской гонке. Днем ранее на чемпионате она уже занимала первое место в женской дисциплине. В эстафете сборная нашего региона в составе Софии Мазур, Эдуарда Александрова, Сергея Бондарева и Даниила Кельсеева взяла бронзу турнира. Кроме того, впервые в рамках чемпионата России прошли соревнования женских двухместных экипажей. Серебряными призерами соревнований стала двойка в составе Красноярки Олеси Михайленко и москвички Екатерины Грибковой. Друзья, напомню, указ об отмене масочного режима в Красноярском крае вступит в силу завтра, 16 марта. А мы продолжаем. В России дорожают материалы для жилищного строительства. Из-за скачков цен застройщики живут одним днем. Товары некоторых компаний напрямую зависят от доллара. Вместе с зарубежными цены подняли и российские компании. По словам топ-менеджера одной из красноярских строительных компаний, цены начали расти на все. Для примера, в начале февраля арматура стоила 68 тысяч рублей, сейчас 84-89 тысяч. Отделочные материалы шагнули почти на 50%. Ожидается и дальнейший рост цен. Отсрочку платежа отменили все организации, работают сейчас только за предоплату. По поводу возможной приостановки строительства объектов все зависит от ситуации. Представители строительных компаний сообщают, что если в строящемся доме куплена хоть одна квартира, его в любом случае будут достраивать к запланированному сроку. На сегодняшний день поставщики ищут замену импортным комплектующим на китайские аналоги. Федеральная антимонопольная служба по Красноярскому краю сообщает, что следит за ценами на товары, в том числе и строительные. Ведомство создаст горячую линию для граждан. Жители Красноярского края смогут сообщить, где и на сколько выросли цены. Тем временем на острове Татышев просыпаются суслики. После пробуждения маленькие жители острова пугливые, близко к ним не подойти, сразу прячутся. Очевидцы успели запечатлеть несколько кадров. За их здоровьем можно не беспокоиться. Небольшие ночные заморозки сусликам не страшны, а снег уже достаточно сошел, чтобы они могли себе найти пропитание. Ну а далее наша постоянная рубрика «Что нового?». С 15 марта возобновились новые продажи туров по программе туристического кэшбэка. Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны. Также эта программа поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. Условия программы остаются прежними. Участвуют все, без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картой мир. На нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимум 20 тысяч рублей. Выбрать подходящее предложение можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров. На улице Мартынова появится новая автобусная остановка. Она расположится рядом с одной из поликлиник центрального района Красноярска. Отметим, это сделают с учетом пожелания красноярцев. Расстояние от остановки до поликлиники составляет 250 метров. Как сообщается в паблике центрального района, от прошлых остановок до больницы приходилось идти 350 и 500 метров соответственно. Путь начинался от остановок детский сад номер 49 и улица 4 Дальневосточная. На одном из участков дороги Красноярска Элита появится новая схема движения. Под Красноярском на дороге между Краевым центром и поселком Элита поменяют схему движения. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Красноярского края. Изменения затронут подъезд к Т-образному перекрестку Еловая станция Минин на шестом километре дороги. Сейчас там проходит ремонт. С сегодняшнего дня, 15 марта, во второй половине дня поток в направлении к Элите сместят влево, организовав движение по покрытию переходного типа. На объекте уже установили оповещающие знаки. Водители просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут. Как отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, ориентировочно измененная схема движения будет действовать до конца апреля. А теперь расскажу о погоде на завтра, 16 марта, среду. Ясную погоду прогнозируют нам синоптики. Минус 20 градусов ночью и днем потеплеет до минус 4. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Сразу после рекламы в студию вернемся, поговорим о конкурсе молодежных проектов, в рамках которого преобразятся улицы Красноярска. Это Афонтова. Ты нас знаешь. Матрасы, кровати, диваны, разработанные специально для ежедневного, комфортного сна. Подушки, одеяло, основания для матрасов. Все, что необходимо для полноценного отдыха каждый день. Компания «Атрибуты здорового сна». Пусть ваше утро будет добрым. Без чего невозможна безопасная работа. Группа компаний «Меланжист». Компания по разработке и пошиву спецодежды. Собственное производство и современные технологии. Индивидуальный пошив, корпоративный стиль, работа с оптовыми и розничными клиентами. Улица Спандаряна, 12, строение 3. Включайся. Это Афонтова. Ты нас знаешь. Как преобразить свой дом и при этом не потратить целое состояние на ремонт? Декоративная штукатурка станет самым стильным решением для вашего дома. А нанести ее самому не так уж сложно, как вы себе это можете представить. Одним из самых легких способов отделки стен долгое время считались обои. Однако сейчас им на замену пришла прекрасная альтернатива. Декоративная штукатурка – это безопасное и практичное покрытие, которое не только красиво выглядит в любом интерьере, но и легко в уходе. На данном примере я покажу, как просто и не замысловаться создать вот такую вот поверхность. Спустя 20-30 минут наша поверхность высохла и готова к дальнейшему нанесению. Следующий, второй этап, он не менее прост, чем первый. Наносится ляпками, простыми незамысловатыми движениями. Следующим этапом для нанесения и завершения композиции нашей под декоративной штукатурки используем первомутровый воск. В данном примере мы показали, что декоративная штукатурка – это просто, это несложно, а еще и недорого. Но, как мы видим, изумительно красиво. Кроме того, декоративная штукатурка может стать маленькой хитростью в решении большой проблемы. Вообще в мире существует бесконечное множество декоративных штукатурок. В контексте данной декоративной штукатурки она позволяет гладить неровности поверхности. То есть, если есть какие-то там микрошероховатость, небольшая волнистость, то эта декоративная штукатурка, она исправит это все и замаскирует. Компания «Акродекор» приглашает всех желающих обучиться нанесению декоративной штукатурки. Поможет подготовить необходимые выкрасы и образцы. Здесь вас ждет огромный выбор красок, лаков, сухих смесей и многого другого. Продукция для крупных объемов работ по оптимальной стоимости. Адрес улица Гладкова, 22, строение 5. Друзья, вечер наш продолжается. Со мной рядом появились гости. Это Анастасия Зазовская, пиар-менеджер молодежного проекта, и Данил Николаенко, куратор проекта. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что расскажем об этом проекте. Что это за конкурс такой классный и для кого? В общем, это конкурс для молодых людей, у которых есть крутая идея по оформлению городских пространств. Они хотят ее реализовать, они могут прийти к нам. Как раз конкурс сейчас начался, и он будет, заявка принимается до 20 мая. Они к нам приходят, оформляют заявку на сайте администрации и участвуют в конкурсе. То есть конкурс, как я понимаю, призван делать городские пространства красноярские еще более уютными, классными, креативными. И вот для этого объявлен конкурс. Да, конкурс направлен на то, чтобы улучшать город, в котором мы живем, благоустраивать. То есть делать городскую среду еще более красивой. Он больше как для реализации молодых людей, то есть тем самым мы помогаем нашему городу стать ярче, презентабельнее, если так можно сказать, нести каких-то ярких красок. То есть очень положительно жители города реагируют на этот конкурс, потому что город становится интереснее, ярче. Новости, допустим, с новыми какими-то, так скажем, достопримечательностями вообще разлетаются по всему интернету. То есть это такой шанс молодым людям заявить о себе, каким-то, возможно, дизайнерам, архитекторам. И также, да, сделать город просто гораздо ярче. А вы приглашаете к участию в конкурсе только профессионалов? То есть это дизайнеры, архитекторы, художники? Или могут участвовать все, даже не имеющие образование, просто очень творческие люди? Да, совершенно верно. То есть конкурс открыт вообще для всех. Так и для тех, у кого есть какая-то компетентность образования, подходящая для этого. Также для тех, у кого есть просто яркая идея, и они могут даже прийти податься командой. Мы принимаем такие командные заявки. То есть кто-то может дать идею, а кто-то ее реализовать. И вот они вместе в одной команде подают заявку и реализовывают это все. Есть приоритет какой-то у тех, кто уже имеет опыт в творчестве перед теми, кто впервые пришел? Или для вас будут все равны в этом конкурсе? Конечно, все равны. То есть у нас есть комиссия, где уже заканчивается прием заявок. Создается комиссия, на которой по нужным критериям отбираются работы совершенно на равных. То есть могут приходить те, кто уже участвовали, но это не значит, что они выиграют, допустим, в этом году. То есть нет, такого нет. Оценивается, во-первых, идея, то, как это будет сочетаться с нашим городом. Если, допустим, в работе заложен какой-то даже глубокий смысл, и это гармонично отображается в самой работе, это вот такой будет большой плюс. То есть если в прошлом году вы выиграли, значит, что в этом году вы выиграете, да. А вообще идея конкурса, из чего родилась? Я так понимаю, что конкурс не в первый год проводится. Нет, передам слово Данилу. Данил, как вообще идея вот этого возникла? Почему? Откуда она родилась? Была просто инициативная группа молодых людей, которые хотели принимать участие в общественной жизни города, менять его, как-то благоустраивать и привносить свои идеи в общество. И из этого родился как раз конкурс, который уже идет на протяжении восьми лет и весьма успешно. Ну, то есть это все происходило на базе вашего центра, да? Да, конечно, на базе центра «Зеркало» конкурс сформировался. И вы решили, давайте-ка мы объявим такой общегородской конкурс, да? Да, ну, он, в принципе, всегда был общегородским. У нас есть разного рода объекты по всему Красноярску. Очень много объектов мы поставили на набережной. Я сам выигрывал конкурс в 2019 году. Мой объект стоит на водниках. Ну, тогда я еще не был куратором. А что это за объект? Две конструкции малой архитектурные формы. Назывался «Сталкер парк». То есть его до сих пор можно увидеть? Да, 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 конечно, вы можете приехать, посмотреть. Он находится рядом с центром технического проектирования. И идею, в принципе, они подавали. Изначально я ее просто доработал и вывел в конструкцию, в арт-объект. Слушайте, ну вот за это время, пока конкурс существует, он как-то видоизменился, трансформировался? Или вот как была идея, вот так она и существует до сих пор? Ну, основная суть и смысл конкурса — посыл делать пространство нашего города ярче, интереснее для жителей. И посыл того, чтобы еще ребята реализовывались, он, конечно, остается прежним. То есть это основа этого конкурса, в принципе, и основная идея, на которую мы зовем людей и приглашаем. Потому что, мне кажется, это очень важный вектор. И мы их, конечно, стараемся как-то дополнять, расширять уровень номинаций. То есть чем люди могут нам прийти, чтобы, допустим, у всех была возможность проявиться. То есть номинаций будет несколько, да? Победитель не один. У нас три призовых места. Или в этом году у нас сколько? Нет, в этом году у нас больше, Анастасия. А, больше у нас Данила, извините, переживаю. Да, Данил, сколько у вас призовых мест? Более того, у нас, ввиду последних изменений к бюджету конкурса, у нас планировалось в Ленинском районе делать сприт-арт, и там было три позиции на выигрыш по 300 тысяч рублей. Но в связи с некоторыми обстоятельствами эти 900 тысяч перекочевали в общий бюджет конкурса. Теперь все объекты, которые будут реализовываться, они будут на улице Майера Чека. То есть только одна улица будет трансформироваться? Да, но там достаточно обширное поле, где можно размахнуться для участников конкурса. А я правильно понимаю, что конкурс выбирает разные улицы города каждый год? Обычно так и есть, но в этом году мы сотрудничаем с ЖД районом, и, кстати, в конкурсной комиссии также будут представители ЖД района. И выбрали улицу Майера Чека, потому что есть концепция развития улицы, которая включена тематически в наш конкурс. И по ней, отталкиваясь от тем, приведенных в этой концепции, и будут разрабатываться объекты в этом году. А в каких рамках можно предоставлять свои проекты? То есть что это должно быть? Какая концепция? Какие проекты могут быть, например? Это малые архитектурные формы, стрит-арт и оформление городских пространств. Ну, малые архитектурные формы — это... Это что, типа скульптуры? Нет, вот арт-объекты — это больше как скульптура. Малые архитектурные формы, они могут нести визуальную часть, но и при этом они и утилитарны. То есть это может быть очень красивая лавочка, грубо говоря. Вот. Оформление городских пространств — это те же клумбы, световое оформление, мы это тоже принимаем. Ну и, конечно, стрит-арт. У нас город Красноярск богат на стрит-арт художников, и они прекрасно справляются со своей задачей. И здесь можно их как-то организовать и направить их энергию в положительное русло. Нужно. Ну, у нас вот есть видео, где мы можем посмотреть, какие до этого были формы и как люди себя реализовывали в этом конкурсе. Давайте попросим нашего режиссера поставить нам видео. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот по этому видео, которое мы только что посмотрели, большинство красивых объектов городских — это часть конкурса, да? Вот то, что на набережной оформлено, то, где все любят фотографироваться, где любят отдыхать, гулять, это все участники конкурса сделали? Да, это все мы, молодежно-центр «Зеркало», в раках конкурса «Искра», да, это все мы. Мы стараемся это освещать как-то, распространять эту информацию. Ну и СМИ очень сильно любят наши арт-объекты. Вот у нас совсем недавно был нашумевший арт-объект, наверное, все слышали, «Лев на камне». Я не слышала. Металлическая конструкция на Ерыгинской набережной, недалеко от Белых роз, вот там, где вот эта новая набережная, да, да, в общем, неважно, докуда она идет, вот, дымная набережная протяженная. Там располагается «Лев на камне». У нас было рекордное упоминание в СМИ, там зашкаливало за 50 или 100 даже упоминаний, наверное. То есть жителям города очень понравилась эта скультура. То есть не только на местном уровне упоминается, да? Да, да, у нас забирали даже СМИ уже в другие города. Да, да, я вот находила, смотрела и думала, вау. Слушайте, это очень круто. Надо сходить, прогуляться, посмотреть, обязательно сделать фоточку. Да, очень фотогенично «Лев», между прочим. И за всеми конструкциями мы следим, то есть мы помогаем тем, кто нашим победителям, помогаем следить за работами. То есть у нас почти что каждый арт-объект, он на счету. То есть победитель реализует свою идею самостоятельно, да, своими силами и потом еще следит за ее сохранностью? Ну, сохранностью в большей степени, за сохранностью мы следим, но в принципе вот победитель, например, того же Львана Камни, он любит свою работу, он частенько мне как-то упоминал, что он любит тоже, он недалеко живет, он любит прогуляться, проверить, все ли с ним хорошо. И постоянно видит радостных детишек, которые вокруг скачут, то есть взрослые люди, которые фотографируются. То есть он хоть уже установлен, получается, с осени, но до сих пор пользуется такой бешеной популярностью, люди с такими озаренными глазами проходят мимо него. То есть вот когда смотришь на такую реакцию людей, понимаешь, что в принципе все не зря. И даже вот ребята признаются, вот кто первый раз подавался, неохотно участвовал, думали, что это какой-то обман, что никакой... Все для своих. Да, все куплено, никакое финансирование не будет, но нет, это не так, все максимально, ну, правда, честно, и это от людей для людей. А кто чаще участвуют, девчонки или парни? Или поровну примерно? Нет такого разброса. Творческих людей у нас хватает, что и девчонок, и парней подают заявки очень много, я даже так не возьму сказать, кого больше. Ну вот конкурс заявляется как молодежный, да? Значит, по возрасту есть определенные ограничения, какие? От 18 до 35 лет. До 35 лет молодежь? Да, но вы можете, например, если вы старше 35 лет, то вы тоже можете входить в состав группы, которая подаст заявку. Важно, чтобы вы не были, в общем, человек старше 35 лет должен составлять не более 30% от состава группы, люди. То есть большинство в команде должно быть моложе 35, но старше 18 лет. Еще какие-то есть критерии отбора, вот, ну, жесткие правила? Что еще должно, чему еще должны соответствовать участники? Кроме того, что они талантливые, от 18 до 35. В этом году еще должна быть временная или постоянная прописка в городе Красноярск. Вот. А так нет каких-то прям особых требований, кроме перечисленных к участникам. Главное, чтобы это были приятные люди, готовые творить и делать наш город лучше. А сколько будет длиться конкурс? Конкурс? Ну, заявки, прием заявок уже начался. Он будет идти до 20 мая. После этого конкурсная комиссия определит победителей. Их в июне объявят. И реализация до конца октября. А как должен быть проект этот оформлен? Вот если мы говорим о том, что непрофессионалы участвуют, они же могут не особо себе представлять, как четко должен быть оформлен этот проект дизайнерский, а могут просто принести какой-то набросок. Вот такое будет к участию приниматься? Да, то есть наброски. Помогаете ли вы таким творческим людям, у которых есть идея, но нет пока четкого воплощения ее, хотя бы даже на бумаге, реализовать свой проект, то есть оформить его для участия в конкурсе? Да, конечно. То есть если у кого-то возникает такая проблема, он просто пишет куратору, то есть мне, и мы решаем этот вопрос всегда. В крайнем случае, если я не смогу сам помочь этому человеку, всегда найдется тот, кто поможет. Мы сможем найти. У нас, в принципе, уже за столько лет наработалась база участников, очень много людей поработало с нами, и мы всегда найдем того, кто действительно компетентен и сможет подсказать, что делать, куда идти, как нарисовать, как подастся. Просто нужно спросить. То есть такая возможность есть? Да, конечно. Вы сказали, что номинаций будет несколько, то есть в каждом направлении будет своя номинация? Нет, не совсем так. Просто несколько номинаций в них можно подаваться, и там уже решает конкурсная комиссия в зависимости от того, какая идея больше подходит для города, насколько она гармонирует с средой. То есть есть вот такие критерии, визуальные и технические. То есть из технических это возможность реализации. То есть человек должен понимать, что это на самом деле серьезная работа, и быть готовым к этому. В этом нет ничего страшного, просто нужно ответственно к этому подходить. У нас буквально минутка осталась до конца нашего разговора. Скажите, какого результата вы ожидаете от предстоящего конкурса? Много новых проектов. Мы по-прежнему просто ожидаем ярких молодых людей, желающих творить. Мы им поможем всегда в реализации. Просто хотим сделать наш город еще чуточку интереснее и приятнее для самих же жителей. Поэтому в первую очередь просто ждем людей, хотящих творить, нести творчество в массы. В общем, смелых, креативных. Смелых, креативных. Вы им в этом направлении обязательно поможете. Обязательно, да. Спасибо большое, что пришли к нам и рассказали о проекте. Напомню, с нами сегодня были Данил Николаенко, куратор молодежного проекта, и Анастасия Зазовская, пиар-менеджер проекта, куратор конкурса молодежных проектов «Искра» и пиар-менеджер проекта конкурса молодежных проектов «Искра». И мы еще раз приглашаем вас принять участие в конкурсе. Обязательно участвуйте. Это действительно отличная возможность проявить себя. Пишите в группу в социальной сети ВКонтакте молодежного центра «Зеркало» или звоните и узнавайте всю информацию по телефону 265-03-27. Ну а мы вернемся в студию сразу после рекламы. Это Афонтово. Ты нас знаешь. Матрасы, кровати, диваны, разработанные специально для ежедневного, комфортного сна. Подушки, одеяло, основания для матрасов. Все, что необходимо для полноценного отдыха каждый день. Компания «Атрибуты здорового сна». Пусть ваше утро будет добрым. Где живут ваши клиенты? Все клиенты живут в квартирах города Красноярска. Курьерская служба «Зеленая почта» гарантирует доставку вашего предложения с точностью до подъезда. Только у нас вложение листовок в полезный еженедельник «Шанс». Звоните 205-2005. Объявления такие разные. Серьезные и важные. Короткие и быстрые. Деловые и домашние. А центр объявлений и билетов один. И он для всех. Удобные объявления на телеканалах, печатных изданиях, интернет-сайтах и даже радио. 10 пунктов приема объявлений во всех районах города. Возможность подать объявления через сайт или вызвать курьера на дом. А еще билеты на зрелищные мероприятия и подарочные сертификаты. Центр объявлений и билетов. Один для всех. 261-28-28-центробъявлений.рн Это Афонтово. Ты нас знаешь. Каждую неделю мы с Андреем делимся мудростями или разговорами с другими людьми и обсуждаем, что такое добро и зло сегодня и как сегодня хорошо себя вести. И где искать добро и зло. Так вышло в воскресенье. В полночь на Афонтово. А у нас на очереди Афиша. Расскажу о том, как спланировать следующий день. В Большом концертном зале Красноярской филармонии завтра, 16 марта, выступит Санкт-Петербургский симфонический оркестр. При участии солистов оперных театров Санкт-Петербурга подготовлена новая программа, состоящая из лучших мировых рок-хитов. В Малом концертном зале 16-й фестиваль «Весенние хоровые капеллы» откроется концертом лучших детских и молодежных коллективов. В программе концерта выступит Красноярский филармонический хор мальчиков и юношей «Капричио». В музыкальном театре состоится мюзикл «Ночь перед Рождеством». Это история любви двух молодых людей, разворачивающаяся на фоне национального колорита небольшой деревушки Диканьки. Это, казалось бы, обычная история любви, осложняется и становится интересней, когда в обычное течение жизни вмешивается нечистая сила. Сегодня стартует краевой фестиваль «Театральная весна-2022». На театральных сценах и культурных площадках города зрители увидят 23 спектакля конкурсной программы фестиваля. Все постановки – это лучшие премьеры для взрослых и детей, которые прошли в Красноярских театрах и ведущих театрах края с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года. Спектакли были отобраны для участия в фестивале экспертными советами. В театре оперы и балета состоится одна из самых популярных опер в мире – «Кармен». Впервые в истории постановок «Кармен» в одном спектакле соединено и хореографическое, и вокальное воплощение истории. В итоге на сцену одновременно выходят 2 «Кармен», 2 «Хозе», 2 «Микаэлы» и 2 «Тореадора» и «Скамильо». Красноярский театр юного зрителя представляет спектакль по шестой части саги «Хроники Нарнии» – книги «Племянник чародея», которую прежде никто не экранизировал и не ставил на сцене. Сказочная сага Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» – мировой битселлер в жанре фэнтези. Это удивительное, полное приключение и волшебство, история о том, как дети Поли и Дигари впервые попали в параллельный мир. Они стали свидетелями рождения Нарнии и случайно пустили зло в чудесную страну, которой правит мудрый лев Аслан. Героям предстоит сложный выбор и нелегкое испытание. Над спектаклем работают создатели «Алисы в стране чудес» и «Снежной королевы». Ну а далее наша постоянная рубрика «Что нового?» – поговорим о мире Инстаграм. Чем меньше измельчены чайные листья, сообщается в посте, тем быстрее они испортятся. Кофе в зернах дольше сохраняет аромат. Хранить кофе лучше в вакуумной упаковке, в сухом и прохладном месте. Те же правила относятся и к какао. Регулярно проверяйте свои запасы, пишет Роспотребнадзор. Старайтесь объективно оценивать свои нужды и не набирать лишнего. Телеграм-каналы стилистов наполняются информацией, как заменить привычные вещи аналогами. Действительно, очень удобная информация. Мэра Сергея Еремина сейчас также можно найти в Телеграме. Он выкладывает видео-заметки из рубрики «По пути на работу». Без оглядки на небольшое количество снега, прошедшее зимой и уровень воды в Енисее, наши коммунальные службы проводят все противопаводковые мероприятия, пишет Сергей Еремин. Так что паводок в городе должен пройти спокойно. Но все равно не расслабляемся. Выполняем все необходимые работы. Хорошего вам дня, дорогие, желает мэр. Уже завтра начнет теплеть. Друзья, рядом со мной очаровательные гости. Это Елена Пилипенко и Татьяна Гасимова, пар-мастера и организаторы СПА-бани. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас очень красивые костюмы. Я так понимаю, что они предназначены как раз для СПА-вечеринок и банных ритуалов. Все верно. А все девушки должны быть в таких костюмах? Или только те, кто организуют? Только пар-мастера. Таким образом мы отличаемся от отдыхающих гостей. Понятно. Ну, расскажите, в чем должны быть одеты гости. А сейчас расскажите о том, что это такое. Вот СПА-дивишник или СПА-вечеринка. Что это за ритуал такой? Больше это создано даже для популяризации банного искусства, банного мира. Потому что традиции, наверное, немножечко утерялись. И сейчас возрождается банная культура. Очень много любителей бань. Но, к сожалению, среди многих не находятся друзей, кто бы так же любил. И пойти в баню не с кем. Именно для таких целей мы создали вот эти СПА-дивишники, когда могут незнакомые друг к другу девушки, женщины присоединиться и познакомиться с банным волшебством. То есть это не обязательно должна быть компания девушек, которые сразу все знакомы пришли к вам париться, да? Верно. А могут просто прийти незнакомые друг к другу девчонки и познакомиться уже там. Все верно. Да? Да. Кто-то своими компаниями приходит. Но изначально это была идея именно приобщить массы людей, ну вот незнакомых. То есть у вас есть какой-то банный комплекс, где вы это проводите? Или это независимо, вы можете в любом месте провести свою вечеринку? Ну, в правильных банях. Не все бани, конечно, для этого подходят, где правильные парные. Вы знаете правильные. Верно. А сколько человек обычно у вас вот на этом ритуале присутствует? Есть какое-то ограничение по количеству? Ну, сильно много тоже, наверное, не очень. Будет комфортно. Максимум девочки вот дни рождения отмечали по 8 человек. В среднем это 6 человек. Ну, наверное, самое комфортное на 4 человека. 4 человека — это прям в самый раз, да? Расскажите, с чего вообще начинается ритуал? Ну, это, наверное, уйдем тогда в традиции бани. Начинается у нас с обряда первого пара. Потому что баня — такое волшебное место, где соединяются стихии. И тем самым соединение дает пар. Не зря слово пар созвучно слову пара. То есть это создание чего-то нового. И загаданные, поставленные намерения, усиленные энергией стихии — это все воплощается ярче, быстрее. Еще и желание можно дать. Здесь можно, да, очень много в бане. Потому что издревле это место было и рожали в бане, и уходили в последний путь в бане. И войны возвращались с бранного поля только через баню. Купцы возвращались с дороги. Они не заходили в дом только через баню. Потому что определенное место наделено определенной силой. Как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения физиологии, очищения. То есть оставить все там микробов с дальней дороги, да. И у нас начинается с обряда первого пара. Когда мы оставляем, чтобы настроиться на процесс отдыха, очищения, убрать все гаджеты, уйти мыслями в свое тело, пообщаться с водой, загадать желание, поставить намерение. Это обряд первого пара. Есть обряд очищения со свечой. То есть когда мы весь негатив как бы скидываем в вагоне, это тоже помогает нам очиститься. И когда мы уже настроились, мы делаем первый прогрев плавно, лежа обязательно, укрывая голову холодным пихтовым венечком, чтобы были ножки в тепле, голова в холоде. Дальше уже идут очистительные процедуры, скрабирование, пенные пилинги. Потом уже индивидуальные парения на пихтовом ложе с яркими контрастами, с различными веничными движениями. Вот вы как думаете, сколько есть движений веников? Ну, похлопывания, не знаю, поводить вот так вот, чтобы паром обдать человека. Что еще? На самом деле, как бы мы много учимся, существует 40, более 40 различных движений веников. Да. Поэтому это тоже определенный вид искусства, уйти человека в расслабление, наоборот, придать ему сил, чтобы такую бодрость ощутить. То есть по-разному можно прикасаться веникам, чтобы придать сил, либо расслабить, да? Да, то есть есть разные виды парения. Это контактные, бесконтактные, арома парения. Например, звуковая баня, когда усиливаем мы звуком, то есть вот, например, у нас такой... Вот что это за интересный инструмент такой? Неужели он тоже в бане используется? Да. Magic relaxation. Это глюкофон. Можно человека расслабить, и на фоне как бы подключается звуковая терапия, и мысли человека, они просто растворяются на фоне вот этого тепла, созданного в атмосфере банной влажности и звуковое сопровождение. А можно продемонстрировать, какой звук получается? Ну да, такой релакс. То есть определённые есть, например, как вот чаши звуковые, железные веники, то есть вот глюкофон, это всё дополняет, то есть человека уводит в более глубокое состояние. Почему вот именно банька, например, на четверых, на шестерых, что мы погружаемся глубже, с каждым разом всё глубже. И не зря говорят, в бане помылся, как заново родился. То есть состояние обновления. А вот я слышала о том, что, заходя в парную, как будто переходишь совершенно в другое состояние, в другое пространство, где люди очень близко друг с другом взаимодействуют. И поэтому не стоит приходить туда с незнакомыми людьми, а нужно, наоборот, с теми, к кому ты расположен. Вот вы как к этой версии относитесь? На самом деле, вот из опыта, сколько у нас групп формируется, незнакомых друг к другу людей, обычно бывают даже перед самой баней такие переформирования резкой группы. Кто-то выписывается, кто-то другой записывается. И люди как будто вот они друг к другу подобраны, как будто что-то большее собирает их. И вот прям это мы каждую баню так наблюдаем, что как интересно. Приходят именно те, кто должен быть в этом месте и в это время. Да, бывает, люди даже заводят себе нужные знакомства на таких банях, обмениваются телефонами, и дальше уже вне бань сотрудничают. А сколько по времени длится весь ритуал? И есть ли они у вас какие-то разные, допустим, покороче, какой-то подлиннее? Да, здесь в зависимости от запроса в целом баня идет в среднем 4 часа. 4 часа? Да. Ну вот за 4 часа кому-то мало. Даже мало бывает 4 часа. Да, просят на 6. Зачастую приходят и говорят, да что мы тут будем делать 4 часа? Потом говорят, да, действительно, что-то мало. Почему так быстро? Да, очень быстро проходит время, потому что человек именно погружается в тело. И ощущений очень много. А у нас действительно, особенно женщинам, не хватает тепла, особенно в наши зимы, морозы. А где женщина? Она дающая, она наполняет пространство. И где нам наполняться? Это теплые массажи с теплым маслом, ванны и, конечно, баня. Баня, она именно усиливает вот это женское наполнение. А, кстати, в ваши ритуалы входят массаж? Или это уже отдельная опция? Нет, почему есть массаж отдельных зон? Например, мы обязательно проходим животики, как средоточение лимфа, как наше начало здесь. То есть обязательно веничные массажи. То есть вениками, опять же, можно очень хорошо пробить, растянуть, потому что на разгоряченное тело, если мы делаем массаж, мы сначала тело разминаем, разогреваем, а потом уже начинаем работать с мышцами. А в бане это всё проще. Вот у нас есть видео того, как проходит процесс парения. Давайте посмотрим, и наши зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Даже уже после этого ролика такое настроение классное, и хочется пойти в баню с подружками. Я представляю, что происходит, когда приходят девчонки прямо в баню уже. Ну вот девочки обычно в бане любят что сделать? Скрабик, масочку. А вот разные существуют мнения насчёт того, можно ли в парилку заходить, нанося на себя какое-то средство. Как вы считаете, по опыту вашему, допустим, маску нанести, или там масло какое-то нанести и сидеть в парилке? Да, это очень полезно. Есть разные виды процедур. Например, но обязательно первая процедура должна быть очищение. Когда мы при правильных температурах, начинают открываться у нас поры, выделяется и спарринка по носику, и спарринка по позвоночнику. То есть это и отличает русскую баню, например, от финской сауны, где сразу яркие температуры, и зачастую тело уходит в стресс. То есть русская банька – это про нежное тепло, про томление, про расслабление. И когда первый пот мы смыли, очистили, поры открываются, мы наносим скрабик, и в этом скрабике мы можем посидеть, тем самым все полезные свойства глубже и глубже проникнут в кожу. Мы нанесем различные травяные вещи на тело, травы начнут действовать. Мы очищем кожу, например, лыковым мочалом, издревле которым пользовались, и кожа станет очищеннее, и, соответственно, следующий слой глубже. Соль, она вытягивает токсичную отработанную воду, и человек начинает, даже тот, кто очень плохо потеет, начинает активно потеть. Мед, чтобы восполнить все-все запасы наши. И, конечно, масло. То есть даже в масле очень хорошо она тоже проникает глубоко в кожу, а потом, вытягивая, выпаривает. То есть это очень здорово, это очень полезно, и не зря. Ритуалы красоты усиливает тепло правильной баньки. Вот вы упомянули, что русская баня, она самая физиологичная, да, потому что она самая мягкая по воздействию. А какие еще бани бывают, и чем они отличаются друг от друга? Ну, есть, например, хамам турецкий, да? В хамаме там повышенная влажность. Температура градусов 40-50, не выше. И влажность процентов 70, если я не ошибаюсь, 80 даже вот так. Такая баня полезна и чем? Хамам, да, тоже полезен. Ну, единственное, что в нем, наверное, не попаришься в бане полноценно, как вениками, да, как в русской бане. Хамам, конечно, он полезен, он прогрет, там можно прогреться на камнях до костей, да. Можно также принять очистительные процедуры, как пенный пилинг, который присутствует и на наших СПА-программах. Немножечко мы заимствовали их культуры, привнесли в русские. Вот. Ну, бывает вот еще финская сауна, там какое? Да, там, ну, там более сухой воздух, температура, там, наоборот, температура под 80 градусов, да. Суши, влажность пониженная, но это, наверное, не очень полезно, потому что на организм высокие температуры, они дают нагрузки. И когда неподготовленное тело, бывает, что люди заходят в сауну, сидят, и они не потеют, потому что ни одна нация не жила при температуре свыше 60 градусов. И когда наше тело попадает в такую среду, оно испытывает стресс, поры закрываются, и тело начинает сберегать влажность. Поэтому самым оптимальным, наверное, является все-таки русская баня, когда ты заходишь во влажный климат и в температуру в среднем 60 градусов, и очень медленно прогревая, подводим состояние тела к более высоким контрастным процедурам парения, да. Вот, тело, не испытывая стресс, входит в новый климат. А вот, кстати, есть ли противопоказания? Всех ли вы берете в парилку? Противопоказания, конечно же, существуют. В первую очередь, это если человек болеет, высокая температура. Ну, естественно, не стоит никуда ходить, тем более в баню. Любые заболевания в стадии обострения. То есть, ну, остальное уже по самочувствию, где-то, ну, допустим, также постоперационный период. Повышенное давление в русской бане, оно стабилизируется. То есть можно, да? Да, баня, наоборот, понижает давление, и гипертоникам она даже, баня, показана. То есть, если правильно соблюдать температурный режим и влажный режим, то оно будет для здоровья и про здоровье. А вот контрастные процедуры, вы упомянули, многие любят после парной, потом либо в прорубь холодную, либо в снег. Это чудесно. Либо в Енисей. Это называется прогреться до костей. В обычном, вот, в обычных температурах у нас к поверхности кожи приливают до 200 мл крови, а когда тело распаренное, до 2 литров крови. И вот эта разгоряченная кровь, прогретая, когда мы кунаемся в холодное или натираемся снегом, горячая кровь, она поступает внутрь тела, тем самым прогревая организм до костей. Она направляется к внутренним органам, гибнут микробы, бактерии, вирусы. Но потом, после этого, очень важно догреться. Не опять попариться, а именно догреться, восстановить кровоснабжение, согреть, как бы, тело. Да. А что обычно в бане вы рекомендуете употреблять в пищу, допустим, или вообще не стоит кушать ничего в бане? А что пить можно? Вот есть замечательная поговорка. Держи голову в холоде, ноги в тепле, а пузо в полуголоде. То есть как плохо идти на голодный желудок, так и очень плохо тяжелую пищу. Потому что есть процесс очищения и питания. То есть когда мы идем в баню на очищение, у нас организм старательно выводит шлаки, токсины. Все из организма ненужное. А когда мы кушаем что-то такое полезное, нам нужно задействовать все ресурсы, выделить различные жидкости, чтобы эту пищу расщепить, усвоить. И когда эти два процесса одновременно мы нагружаем организм по полной, ему довольно-таки сложно, куда ты хочешь, чего больше очиститься, наполниться. Поэтому пьем обязательно очень много теплой воды, травяных чаев, да. Чтобы мы прогреваемся снаружи и прогреваемся изнутри, чтобы этот процесс не стопорить, не тормозить. Вот. И кушаем что-то легкое, легко усваиваемое. А уже когда хорошо пропарились, когда ты понимаешь, что на этом банка завершена, зачастую просыпается такой хороший голод, чтобы уже восполнить силы, напитаться, наполниться. И тогда уже пожалуйста. То есть к концу банных процедур уже можно поесть нормально, да? После парения, да. А приходить в баню лучше на полупустой желудок. Да. Это еще, если с медицинской точки зрения рассматривать, кровь усиливается, разгоняется в организме. И если нам попадает в желудок какая-то еда, вот эта быстро циркулируемая горячая кровь, она приливает в большом количестве к желудку, как бы пищеварение же. Вот. И становится человеку тяжело. Он когда идет париться, ему может, прямо он действительно может почувствовать, что ему стало очень тяжело. Это вот связано только с нагрузкой на желудок. Понятно. В общем, нужно очень дозированно, да, пищу употреблять. Что-то легкое, там типа орешки, да. Да, фрукты, сухофрукты, что-то такое. Вот цитрусы очень хорошо. Грейпфрукты, они тоже детокс такой защелачивающий. Или пить теплую воду, да, не холодную. Теплую воду. А чай горячий можно? Можно. Единственное, не холодное, потому что организм будет затрачивать силы, чтобы согреть. Да. Поэтому лучше сразу ему дать теплую воду или чай. Да. Какие еще ритуалы красоты можно проводить в бане? Кроме того, что вы уже рассказали. Ну, все, что мы делаем дома, все масочки. То есть это и обертывание зачастую, когда полностью тело. На распаренную кожу все проникает глубже, и все наши полезные вещества впитывают глубже. Конечно, это лучше все использовать натуральное, то есть близкое к нашему телу. Даже вот мы делаем ягодные масочки. Натуральное, блендеренное, клубника свежая, и оно просто наносишь кожу, сияет. Очень классно молоко в бане, то есть из таких вот фишек, наверное, когда вымоченный березовый веник в молоке, растирки, да. То есть это вот прям молочные ванны, как клеопатры, и кожа после них бархатистая, и она совершенно другого свойства. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам, рассказали так много интересного. И главное, пробудили это желание сходить в баню обязательно, и можно даже не брать с собой подружек, а подружки найдутся прямо там в бане. Верно. Будем ждать вас. Спасибо большое. Напомню нашим телезрителям, у нас в гостях были Елена Пилипенко и Татьяна Гасимова, пар мастера и организаторы СПА-бани. Ну, а мы вернемся в студию сразу после рекламы. Это Афонтова. Ты нас знаешь. Всем привет! С вами Марго. Готовим быстро и легко. Если вы хотите приготовить со мной что-нибудь вкусненькое и поделиться своим самым-самым любимым рецептом, то скорее звоните по телефону, который вы видите внизу экрана. Ну и, конечно же, если вы хотите проекламировать свои товары и услуги, то место возле меня всегда свободно для вас и только для вас. Оплачивать объявление в бегущую строку Афонтова стало еще удобнее, не выходя из дома. Звоните бейнджеру 266-8181. Оформляйте текст объявления, оплачивайте через Бирбанк онлайн. Быстро и удобно. Звоните 266-8181. Это Афонтова. Ты нас знаешь. Давайте знакомиться. Снежана Ташова. Новая голова садовая. Это книги про любовь. Собирает с теплицы по 100 ведер огурцов. Любит разводить курнисушек и делиться опытом на Ютьюбе. Вот они яички. А вот кричать и поучать не любит, потому что она новая. Голова садовая. По выходным в 19.00 на Афонтово. А мы продолжаем. В Министерстве торговли ответили, что дефицита продуктов в крае пока не замечено. Перебоев с поставками в магазины нет. Запаса продуктов у магазинов в среднем хватает на 30 дней. По отдельным категориям на 60 дней. За изменением цен следит Краевое управление ФАС. Наценки в торговых сетях могут ограничить на 24 социально значимых продукта. Судя по другим регионам, в этот список входит говядина, мороженая рыба, сливочное и растительное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, хлеб, рис, картофель и другое. На прошлой неделе жители края чаще всего покупали сахар, муку, подсолнечное масло, гречку и мясные консервы. Судебные приставы забрали с дачного участка 47-летней жительницы Железногорска 32 собаки. Сосед по участку не раз жаловался на шум от животных, который мешает ему. Он просил пристроить их, но навстречу ему собачница не шла. Тогда мужчина обратился в суд с требованием запретить содержать животных на частной территории. Суд встал на сторону мужчины. Судебные приставы сдали собак в приют. Животные сейчас в полном порядке. Ну а продолжит наш вечер наша постоянная рубрика «Город в цифрах». В феврале Красноярский аэропорт перевез 165 595 пассажиров. В международном аэропорту Красноярск подвели итоги работы за февраль этого года. Так, за прошедший месяц пассажиропоток составил почти 165 тысяч человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это больше на 30%. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, чаще всего из Красноярска летали в Москву, Новосибирск, Сочи, Иркутск, Норильск и Санкт-Петербург. Кроме того, количество грузовых рейсов в феврале составило 313. В январе их было сделано 444. В Красноярском крае за два месяца этого года ввели в строй 216 тысяч квадратных метров жилья. В краевом правительстве отмечают, что это почти на 16% больше, чем в прошлом году. Большая часть приходится на многоквартирные дома, 99 тысяч на индивидуальную жилую застройку. Всего до конца этого года в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,319,000 квадратных метров жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 523 жителей Красноярского края. Из них в самом Красноярске зафиксировано 96 случаев. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. Скончались 25 человек, госпитализировали 166 жителей Красноярского края. Выписали из больницы 3815 красноярцев. Таким образом, за пандемию в регионе подтверждено 354 тысячи случаев заболевания COVID-19. Друзья, я Анастасия Штукарина прощаюсь. С вами всего доброго. Оставайтесь с Афонтова.